Их встречают как настоящих героев. С под носа улыбается молочный поросенок. Традиционный для моряков, вернувшихся с боевой. А легендарный Севастополь еще больше подзадоривает толпу, которая без устали и в такт скандирует патриотические лозунги. Только вместе мы можем исправить положение, которое сложилось в Украине. Низкий поклон вам и славу Севастополю! Ура! Ура! Но несмотря на провокации, двухдневная акция прошла мирно. Стычик не последовало даже в ответ на явную агрессию. На момент ожидания вагонов в тупике, когда наши люди размещались в этих вагонах, разбили одно стекло. И когда мы шли по дороге к месту проведения общественных мероприятий, из громкоговорителей звучали всякого рода оскорбительные какие-то высказывания. Но я рад, что ни один из нашей делегации не подвергся этим провокационным каким-то заявлениям и достойно представили город Севастополь. Двух дней митинга на морозе, чтобы отставить свою позицию, некоторым показалось мало. Собираются ехать снова. Правда, уже своим ходом. В любом случае поедем еще раз туда. То есть вот сейчас будет поезд. Симферопольцы уже уехали. Конечно, надо поддержать, я думаю, нашего президента, потому что без этого никак. Показать Киеву, что в Севастополе есть свое мнение относительно того, что происходит на Майдане. В Киев отправилось около тысячи человек. Это лишь те, кому хватило мест в поезде. Желающих было намного больше. Считают, что со своей главной целью поддержать правительство и показать, что далеко не вся страна. Согласно с политикой евроинтеграции, севастопольцы справились. Александра Толкачева, Деливер Меджитов. Программа «Наше время». Программа «Наше время».